всем привет ребят ну что сегодня у нас будет такой интересный думаю для многих видосик особенно для новичков как обычно я на зардельки на бездонатном аккаунте сливаю сливаю и сливаю для вас обзор игры то есть как играет бездонат что он может чего-то пицца можно то есть тут трошечек особенно последние видосы и так сегодня у нас будет интересное видео я себе так прикинул ну так плюс-минус топ-10 локаций которые в первую очередь нужны бездонату то вы скажете что и я соглашусь с этим бездонату нужны все локации однозначно но есть такие которые можно проходить всегда то есть желательно по возможности на максимум есть такие которых можно которые можно пропустить от этого там не сильно поменяется ваше продвижение по игре ему есть локации которые вообще можно до которой забить если в этом доната у меня допустим там я практически не фарм локации то есть кроме архидемона там на английском сервере я мало что фарлю забытую так когда видосы делают у меня нет надобности в том что дают там какие-то плюшки дают потому что у меня все получено уже там на пару месяцев наперед ресурсов хватает а без донату конечно же сложно и поэтому многие локации надо проходить бегать и не пропускать у всех тоже нет времени на это потому что у нас локаций все больше вместо того чтобы их доработали нам добавляют новые 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 не сырые и нам приходится на это менять не менять точнее тратить свое время в общем первые локации которые я так выделю это будут у нас гильдийские локации к сожалению у меня здесь как видите гильдии пока еще нет сейчас мы зайдем на английский сервер здесь мне будет проще вам все показать так как здесь все есть так первое это битва гильдий то есть гильдийская локация где соревнуются битва четырех противников против вашей гильдии то есть получается есть пять гильдий вы рандом на выбираете нападать ну то есть сами определяетесь в зависимости силы противников это самое скажем так основная локация и она самая печальная у нас потому что битва гильдий стала не актуально уже наверно больше года герои опережают скажем так саму локацию надо усовершенствовать вот даже они сейчас выпустили скины которые по сути тоже не актуальны многие боялись что вот все это будет жесть бездана там не сможет можно и бездана там проходить ничего сложного нет а даже максимальные прокачки все равно битвы гильдии поменяли при наличии определенных героев заточенных на bg она проходится на бегке то есть это основная локация с которой вы получаете кулаки также сюда идет гильдийский босс с которого можно получить зависимости от того какой там вы выберете то есть у нас есть два возможность два раза бить боссов а значки почета либо ордена эта локация тоже желательно для особенно начальных аккаунтов и без донатов обязательно до проходения так как здесь даются ордена из-за которых я вам скажу честно мне не хватало до 500 к силы на русском сервере так дальше чем у нас идет самое основное скажем так для кача это подземки под подземки уже не раз показывал надо качать героев надо делать прокачки проходить почему потому что с подземок во первых без донат в основном может получить награды вот такие вот у нас 1 месяц появляется шар в котором есть определенные плюшки героя и соответственно вы можете получить отсюда какую-то нужную вещь плюс это опыт плюс кристаллы героев за которые вы можете улучшать скил и а то есть это основная основная скажем так локация для фарма таких ресурсов у запашек мало то есть и без этой локации вы не сможете делать там до определенного уровня эволюцию допустим то есть это основное также сюда ежедневки у нас входит ну скажем так обязательно ежедневно это забытая битва в забытой битве кулаки получаете получаете сам и то есть это дополнительно что надо делать также можно в принципе в первую группу кинуть и волны их можно пропускать у нас к счастью теперь есть возможность получает недополученные ресурсы вот так вот таким вот образом вот я не бегал подземки мне 462 кг-шки дали и там ресурсы допустим я за бесплатно получил там половину там 70 процентов зависимости от того сколько вы пропустили точно так же и на волнах но опять же это надо желательно по возможности максимум фармить потому что тут будет основная прокачка ваших героев и получения ресурсов следующее у нас идут командные подземелья скажем так это вот этим локации это месса и лава в зависимости от того на каком этом этапе развития своего аккаунта вы можете там от 1 до 4 бегать на 4 думаю без донатом сложновато будет надо все-таки нам немножко героев прокачки ну поначалу можно и другие также адский саммит тоже командные подземелья то есть вот эти вот локации их можно раз в сутки там раз двое суток зависимости от того какая у вас команда либо брендами бегаете ну опять же это обязательные локации которые надо в первую очередь проходить так дальше гильдейским еще первому завтыкал это атака фартом она бывает раз в две недели поэтому выделить там один час из жизни можно это реально веселая локация вот ее хотелось бы чтобы они это делали по максимуму и там реально очень весело это хотя бы единственно одна локация где вы онлайн все гильдии вы видите против других там тактика нужно ну в общем там интересно соответственно вы можете оттуда получить как кулаки таки топовые плюшки факела ну на начальном этапе тоже обязательно почему потому что без факелов скажем так тяжело развиваться очень неплохо дают при прокачке гильдии какашки оттуда поэтому это тоже обязательная локация на которую желательно бегать ну я честно говоря давным-давно забил как и многие из вас наверное так но следующее поэтому на 4 либо 5 в общем тут много локации я их вам так просто вкратце я рисую архидемон давайте перейдем обратно тут уже закрылся на русский сервер чем хороший архидем он он бывает опять же раз там в неделю фактически в среднем зависимости от сервера от онлайна чем он хорош вы с него можете получить ордена угольной армии вот отсюда я к сожалению не бил это раз то есть заходите вот 100000 тут и 140 тысяч орденов получил зародена он соответственно может магазине нормально развиваться то есть эта локация в принципе обязательно тоже для фарма им здесь вы можете получить сундуки из которых вы можете получить опять же тоже топовые награды у с удачных сундуков можно коробки вытащить там карты по моему падают в общем тоже это обязательно к сдаче ну и и эфир с него вы получаете руки из получаете сумочки с руками это тоже обязательно до двух миллионов добивать это не так уж и сложно потому что если вы без донат вам обязательно нужны руны вы их просто так не получите дальше экспедиция в принципе тоже фармить обязательно но но и часто забивают опять же не страшно дают карты в экспе принципе давайте сейчас пойдем вы получаете ордена и запашки что есть тоже обязательно для начального аккаунта поначалу тут дают легких соперников потом дальше уже начинается трэш надо пройти все потому что ну за день его нормально отсюда получаете как и запашек если все зависит конечно прокачки вашей силы атаки орденов нация довольно таки и сложно потратить пять минут думаю можно при желании если составить там графики а вот себе например думаю для сардельки создать график где я буду фармить там локации потому что я много пропускаю это не нормально то есть надо больше все-таки фармить дальше чем с руины арена и колизей колизей у нас сезонный то есть сезон каждый день там потратить пять минут состав сделать тоже надо колизей пропускать принципе можно но опять же тут вы получаете хоть какие-то минимальные плюшки арена опять же можно по чуть-чуть воевает там в топ вы против донатом не вырветесь никак но можно получить дополнительно там кулаки например либо запашки так с пустынных руин вот они у нас тоже вы получаете неплохие блюхи раз в сутки фармить там потратить 10 минут вы можете пройти первую волну и просто выйти то есть этого хватит чтобы получить там минимум из тут вы потратите от силы там до минут пять на эту локацию я сам прямо ты покажу вот первые пошли как видите отсюда неплохо так можно получить и сейчас запаяние осколки там героем например так дальше чего у нас там идет колизей колизей тоже забавная локация надо ждать сезона я как обычно втыкаю давайте зеленых соберем сейчас конечно не заморачиваюсь ну так вот иди тут опять же за донат надо брать так попробуем такую дичь сделать то есть это локация вы отсюда получаете там коряшки определенные клюшки варкрафт его . против бочки ну тут он затащит на их есть такая вот локация вы получаете тут за сезон кулаки можно опять же нормально получить кулаков и когда шик дальше дальше у нас три локации которые вроде бы казалось бы и крутые но для без доната они реально проблемные это в первую очередь лабиринт если у вас нету прокачанный герой это много чего не набьете по минимуму хотя бы там пройти пару этажей по возможности до максимума я думаю это от силы минут 10 дальше вы не пройдете как вам не надо менять эту локацию для бездонов так следующее древние испытания опять же доходите до определенного уровня ради того чтобы получать максимум камней и дальше просто получаете камни дальше вы ничего не добьетесь тоже принципе такая локация которая очень печальная испытание смотрителя недавно и локация которую недавно у нас открыли к сожалению то же самое то есть там просто трэш это локация и надо иметь хорошие прокачки но без доната может что-то сделать но опять же он в топ не выйдет соответственно то плюшек не получит вот видите как я максимум что я фармлю полу 10 кулачков и это печально больше у нас не получается ну было раз я вытащил здесь бой ну надо в общем качать героя но хотя бы даже так забирать каждый день стоит потому что каких-то там 30 дней полторы тысячи кулаков вы будете иметь это и больше есть надо фармить однозначно соответственно прокачаете нормальный героев нормально зафармить и не прокачаете героем нифига не зафармить и только ничего себе это шанс на победу воу-воу нифига себе сарделя затащила так вот то есть такая локация можно даже больше получить все зависит от противника 3 домчика конечно от ваших прокачек то есть такие вот локации каждый уже сам для себя определяет как у него со временем как фарминг это то что обязательно ему показал такую сам самое скажем основное что надо в любом случае фармить другие есть куча разных локаций там еще какие-то локации я не знаю я честно говоря там те же самые турнир героев да тоже классная локация но опять же там чисто фармить можно раз в сутки там либо раз двое суток по откату как получится то есть они не есть такими обязательно ну конечно же квесты квесты обязательны почему потому что из квеста вы можете получить и самые нормально скажем так прокачаться на начальном уровне потому что там дают неплохие плюшки ну и лабиринт я вам показал с 12 к королевская битва на оси стек такой вроде как бы и обязательны потому что надо фармить и с другой стороны не обязательно каций потому что многие на это забивают ну реально если вы хотите иметь много рун вам придется все таки в кбшку ходить тратить время там не особо много вы его потратили так как я тратил по 30 по 40 минут для того чтобы зафармить на максимум в принципе все пишите комменты что вы еще хотели бы добавить возможно там что-то я упустил будем рассматривать уже в следующих видосах все всем удачи всем пока